Так называемый краудфандинг или народный интернет финансирования идей. Более четверти миллиарда долларов за несколько лет собрано на поддержку 25 тысяч проектов в науке и культуре. Практику известную на западе перенимают и у нас. Илья Костин подробнее. Суть краудфандинга от английских слов крауд, толпа множества и фандинг, финансирование, заключается в том, что люди добровольно объединяют свои усилия и средства, чтобы поддержать в интернете чьи-то разработки. Но сначала инженеры, просто творческие люди, выкладывают на специальных веб-сайтах свои идеи, соображения и расчеты. Например, как это сделал этот фермер с острова Принца Эдуарда. Вечером деньги, утром мясо. Чтобы увеличить поголовье скота, он обратился за помощью к микроинвесторам через интернет. Здравствуйте, меня зовут Рэймонд Лу. Краундфандинг для меня отличный способ привлечь внимание покупателей со всего мира. Необходимость займов или покупки скота под реализацию теперь в прошлом. Фотографии и видеоролики вещей, прототипов и концептов теперь появляются во всемирной компьютерной паутине практически каждую минуту. Их авторы предлагают всем интересующимся вложить в развитие проектов сравнительно небольшую сумму, часто всего несколько долларов. В замену инвестор может купить продукт с существенной скидкой или же вовсе получить его бесплатно, после того, как будет закончена исследовательская работа и налажено массовое производство. И автор говорит, что если вы поможете мне собрать деньги на альбом, я сделаю для вас особенные подарочные издания. Если вы поможете мне приобрести какое-то оборудование, я бесплатно отдам вам фильм, который сниму или что-то в этом духе. Так, например, снимали этот российский фильм о роуп-джампинге или, проще говоря, прыжках с высоты на альпинистской веревке. Самый успешный проект запустили разработчики необычных наручных часов. С помощью встроенных в них датчиков они могут стать велокомпьютером, отображают на экране скорость, преодоленную дистанцию и координаты местности. Сумма интернет-пожертвований на доработку и выпуск этого гаджета составила 10 миллионов долларов. Народное финансирование через интернет постепенно становится популярным и в России. Впрочем, главным отличием отечественных ресурсов является желание поддерживать как коммерческие, так и некоммерческие проекты. Например, возведение памятников выдающимся личностям или покупку бытовой техники для детских домов. Илья Костин, Игорь Тихонов, Первый канал.